Сейчас мы в этой первой части этой дисфункции по сенсорной интеграции, которая называется «звязанная с сенсорной переработкой». И тут, грубо говоря, три группы детей, с которыми можно встретиться в этой области. Это дети, у которых гиперчувствительность, гипочувствительность или сенсорный поиск. И сейчас будем говорить на этих трёх группах, что это обозначение. Первая группа детей. Первая группа детей это гиперчувствительные дети. Это гиперчувствительные дети, у которых большинство стимулов, которые получают в конкретной области, очень неприятные, отрицательные, даже болные. Очень часто это такие ситуации, которые вызывают очень конкретные злые ощущения эмоциональные, злые реакции эмоциональные. Очень часто реакция организма на стимул в конкретной области, вестибулярной, пропорциональной, тактилиной. Ответ организма заключается в очень сильной, эмоциональной такой эстерике, что ребенок эмоционально реагирует на получение этого стимул. А либо реагирует очень, грубо говоря, агрессивно. То, что касается движения рук, ног и так далее, мы это часто называем, что это агрессия. И то, что очень важно для этой группы детей, это дети, которые очень быстро, очень быстро, очень быстро, очень быстро, очень быстро перегрузка их системы. То есть компьютер загружает. Ну, это компьютер. Это очень часто выглядит так, что, например, и это точно видно, что эта перегрузка, это видно как физическая усталость. Ребенок пришел в детский садик, там ему 3-4 года примерно, он гиперчувствительный, или по звукам, или по тактильным, все равно в чем. Очень часто есть так, что хватит 15-20 минут в группе, где 25 детей, они что-то постоянно говорят, делают и так далее. После этих 15-20 минут видно просто, что он физически устал. Он просто где-то в уголок идет и вообще видно, что он хочет, что он уже все. Он уже наработал нет сил, физических сил у него, чтобы дальше, грубо говоря, с этим бороться. И за минутку мы будем рассказывать, что это означает гиперчувствительность в области вестибуларки, отдельно, тактильной отдельно и проприоцепции. А сейчас только, чтобы вы познакомились с этими трёма группами. Другая группа детей, то дети под реактивностью. Вторая группа это гипочувствительность. Дети, которые, грубо говоря, когда смотришь на них, видно, что они вообще не заинтересованы тем, что происходит вообще в среде. Они выглядят так, как бы не заметили конкретных стимуляций, которые идут, грубо говоря. А научные, науковцы говорят, что это зависит от того, что даже если эти дети искали хороших для себя стимулов, просто им это не получалось. Если им постоянно не получалось, они перестали ищут этой стимуляции. Чтобы у вас была такая картина, там ребёнок гиперчувствительный, он вообще не хочет, чтобы кто-то подходил, трогал, нет, 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 говорю. Вот этот ребёнок смотрит на него и ему там, грубо говоря, всё равно. Очень часто есть так, что когда такой ребёнок приходит на занятия, я, например, приглашаю его на качин, мы начинаем кататься, и у большинства детей сразу видно, а? Улыбка, значит, это мне нравится, это хорошо, или, о, страшно, да? А у этих детей очень часто, когда мы начинаем только кататься, у них никакой реакции, значит, непонятно, им это нравится или не нравится. Но когда мы начинаем кататься повыше, покрепче, есть такой определённый момент, когда видно у них, ага, значит, дошло до них. Ему, им нужна очень сильная стимуляция, чтобы вообще они её заметили. Много детей есть таких, что мы проверяем, он там чем-то занят, а я, например, там по ножке, да, как он там, или кисточкой, или там мячиком, да, проверяю как по тактильной системе. И видно, что просто, обычно есть так, даже если ребенок занят, что там ему мешает, у него есть, посмотрю, ну всё, хорошо, давай ещё, мне это нравится. Или убирает ногу и не хочет, да? А есть такие дети, которые вообще никакой реакции на этот стимул, значит, чтобы они заметили стимул, он должен быть очень-очень сильным, да? Это дети, которым не хватает стимулации, но они сами их не ищут, они просто ждут, что будет. То, что очень интересно, когда они уже найдут эту стимуляцию, этот ребенок, о котором я говорила, он уже узнал, что на этой качели, например, на платформе, он получил сильную стимуляцию. Если ему эта стимуляция понравилась, он каждый раз захочет, пришёл в зал и предлагает мне, чтобы на этой платформе точно покататься, потому что он знает, что на этом оборудовании есть такой момент, когда ему это принесет удовольствие, да, не будет искать других вариантов, только то, что уже знал, что узнал, что получил, будет возвращать к тому, что знакомые, грубо говоря. И это интересная третья группа, я бы сказала, это самая моя любимая, потому что они очень часто сами себе диагностику делают. Дети, которые говорят, что они в сенсорном поиске, чтобы вы хорошо понимали, сенсорный поиск, это тоже гипочувствительный, значит, этим детям тоже не хватает стимуляции, но они сами активно, интенсивно ищут этой стимуляции. И эти дети, которые, очень часто родители говорят, знаете, мой ребёнок постоянно в движении, он или прыгает, или бегает, или поворачивает, или там разные-разные варианты делает. И эти дети, которым нужно очень сильно, очень интенсивно и очень часто меняющая стимуляция, значит, эти дети не будут только на одной качели, даже если им там очень хорошо, они чуть-чуть на качели, чуть-чуть на батуте, чуть-чуть на мячике, чуть-чуть в гамаке, да, будут менять, менять, чтобы эти стимулы были максимально разные, максимально сильные. И это точно так, что если входит ребёнок в сенсорном поиске, 50 минут хватит и мы уже знаем, что ему нужно, потому что он или он посмотрел, увидел качель и сначала на качель, потом на батут, потом на мячик, но видно, что все равно ему главное, чтобы движение было, значит, вестибуларка больше работает. Да, есть такие дети, которые входят и сильно тупают, даже если он сел на качели, тогда бух, так же вообще вся конструкция там, ну, нарушена, грубо говоря, да. Да, и видно, что это дети, которые постоянно что-то отталкивают от человека, от стены, от качелей, от чего там. Это, конечно, будут дети, у которых нарушение по проприоцепции, да. Есть такие дети, которые входят и всё нюхают, да. Ещё ничего там не началось, он или под... Привет-привет, он и по руке, и вообще человека, и всё, что только в руке достал, да, нюхает. Или дети, которые самостоятельно, или сами про себе очень громко всё делают. Есть такие дети, даже вчера у нас на занятиях были такие дети, которые постоянно... Постоянно какие там звуки у них. И тоже обратают внимание на то, что за звуком интересного, да, значит, вот направления идут на сух. И то, что очень важно, как смотришь на эти дети, видно, что они... Очень часто родители так говорят, для меня это непонятно, но я знаю, что ему нужно этой стимуляции. Но я считаю, что он никогда не насыщится эффективно в этой стимуляции. Значит, видно, что они вообще не устают никогда. Они постоянно, знаете, как там батарейки меняются непонятно, непонятно как. Но, конечно, будем говорить, как эффективно это... Как эффективно над насыщением работает.